Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. Вот хотите, верьте, хотите, проверьте, но наш доблестный боксер Денис Беринчик, после того, когда он одолел старого 38-летнего Ивана Фомича, он решил идти в политику. Вот в себя в инстаграме он написал следующее. Дальше он пишет. Он рванул пукан, он так страшно хейтил Дениса Беринчика, просто я подумал, что здесь что-то есть, это не просто так, здесь есть какой-то подвох, потому что Денис Беринчик, он же вроде бы как из южных регионов Украины, а мы знаем, что из южных регионов нашей страны выходят довольно ватные бойцы, типа вот Ломаченко и Усика, вы знаете, вот настолько они ватные. Но тут чувак пошел от партии Удар. Партия Удар это вам не какой-то там, в общем, пророссийская партия. Я не очень в теме, я не слежу за этой партией. Ну, по-моему, она, ну то, что она однозначно не пророссийская, это точно, то есть скорее даже проукраинская. Вот житель таких ватных регионов идет, в общем, от довольно-таки патриотической партии. Вот это и взбесило нашу ватную, боксерскую, так называемую, правду, а на самом деле это ватный пиздеж. Давайте назовем-то вещи своими именами. Ну, знаете, как поет Земфира Рамазанова, не взлетим, так поплаваем, не станет чемпионом мира, так может быть, станет председателем колхоза и возглавит вот эти три села. Председатель громады, в общем, для казахов там, ну, в общем, для неукраинцев, я вам скажу, это мелкий довольно чиновник. Зачем ему это? Ну, вот он победит, допустим, и станет чиновником. И ведь это же не депутат, что можно сидеть протирать штаны, а здесь нужно работать, с него будут люди спрашивать, скажут, допустим, мы тебя выбрали, а почему у нас дороги хреновые, где садики, где школы, где там все, понимаешь, его будут трясти, а ему же нужно тренироваться, ему же нужно добиваться каких-то результатов. Каким образом он хочет это все усидеть на двух этих стульях, я не знаю. То есть это настолько бредово, ладно бы он хотел стать депутатом Верховного Совета, но тут понятно, получаешь огромные деньги, имеешь огромные привилегии, скидки и нихрена не делаешь. Просто вот за нихрин собачьи тебе отваливают огромные деньги. А тут совсем другое, ну, то есть, не знаю, вот с тех пор, как у нас избрали клоуна президентом, на стране начинают происходить какие-то дикие вещи, на которые я не могу дать ответ вообще, просто крыша едет. Ну, прикольно, да, вот, партия удар, там вот собираются все боксеры, что если вот они когда-то придут к власти, представляете себе, вот все боксеры станут управлять страной. Президентом будет Виталий Кличко, премьер-министром, допустим, там, Хижняк, Богачук, там, министром еще чего-то. В общем, вот такое. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал и всего вам самого крутизного в этой жизни. Ничего не понимаю! Да!